Начнем с ситуации на дорогах. Пассажир мотоцикла впал в кому после аварии. Вечером на Кабамской 20-летний водитель Тойоты при повороте не предоставил преимущества 41-летнему мотоциклисту. Водитель байка был пьян. В результате ДТП 48-летний пассажир мотоцикла, который был без мотошлема, получил тяжелые травмы и скончался в медицинском учреждении. Отметим, что оба участника ДТП не имели прав. В Прибайкальском районе водитель автомобиля Тойота Спринтер врезался в легковушку. В результате ДТП 12-летняя пассажирка получила ушибы и сотрясение головного мозга. Сегодня днем в селе Нижний Саентуй Торбогатайского района машина сбила 11-летнюю девочку. ДТП произошло на остановке школьного автобуса «Анон». В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и была доставлена в медицинское учреждение. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии. Жители Торбогатайского района одолевают волки. Сельчане уверяют, серые хищники объявились там зимой 2022-го и с тех пор не дают никому покоя. Людей не боятся. По вечерам спускаются в деревню, грызут домашний скот, телят, жеребят. В огороде овец задирают. Страшно во двор выходить и коров утром выпускать на пастбище. Потом одной-двух голов не досчитываются. В рамках регулирования численности волков охотникам выдано разрешение на добычу хищника сроком до 1 ноября 2023 года. Стоит отметить, что волки нападают на стадо без пастуха, в связи с чем необходимо соблюдать правила выпуска сельскохозяйственных животных. По фактам выхода диких животных населенные пункты просим сообщать у Бурприроднадзор по телефону 44-44-97. В Акинском районе Бурятии разгребают последствия сентябрьского снегопада. Там почти все населенные пункты остались без электричества. Мокрый снег налип на провода, и они не выдержали. Также водители призвали отказаться от поездок.